Добрый день, весёлая минутка, с вами Дмитрий Гусев, помидом. Если есть свободная минутка, давайте вместе её с пользой проведём. Итак, сегодня у нас об основном способе защиты помидоров от фитофторы. Киска. Итак, этот способ известен давным-давно. Но все его раньше применяли, и кроме этого способа не применяли больше ничего. Потому что других способов в старину, в деревнях, ну просто не было. И у городских, я имею в виду, что дачники, да, не было. Сегодня я просто напомню об этом способе, потому что его знают все. А если будет полезная информация, обязательно мне лайк поставьте и подпишитесь на канал. Обязательно. Так вот, насколько эта информация простая. Это всего лишь навсего нужно сделать так, чтобы до массового разгула этой заразы, этой фитофторы, мы уже все помидорчики свои собрали. Понимаете? Как раньше было в деревнях, да? Говорили. Томатики мои обрасила. Обрасила, и все они у меня почернели. Что-то я успела собрать среди них, да. Что-то я валенок на сено положила, на чердак забросила. А вот половина все почернела у меня. Обрасила. Обрасила – это что? Это вот видно, роса, вот она, роса попадает, влажная, прям капельки здесь утром, да. Все. Тут же фитофторы, тут же загибаются все помидоры. Быстрее нужно обрывать плоды, потому что через стволик, вот, да, через стволик растения, все быстренько-быстренько в плоды, и плоды тоже загнивают. Так вот, что самое главное-то? Главное, ранние сорта, если вы уж, ну вот, живете в таком месте, где каждый год, ну, фитофторы, фитофторы, может быть, низинка, может быть, около реки, росы постоянные, да. Что делать? Что? Выбирайте ранние сорта и сажайте их как можно раньше. Да, невозможно. Да, конечно, ну, где же их столько ранних возьмешь, ранние, не такие вкусные, как поздние, да, крупные сорта. Но не надо все. То есть, все равно же, ну, вот, например, сейчас у нас, да, середина августа. Ну, вот, крупноплодный сорт. Ну, он отдал свое, видите, сколько его, да, вот. Отдал, да, и вот он весь вот все. Фитофтора, и сейчас вот дозреют эти помидорки, и больше их не будет. Более устойчивые сорта, вот, фиолетовый черри, да, 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 вообще все фиолетовые, они очень хорошо устойчивые к фитофторе. Вот эти вот, это антационный гном в полоску. То есть, если у него где-то и появилось, ну, нету даже, вот, видите, а, вот, нет, есть много даже. Вот она, фитофтора у него, да, но она высохла, все, дальше не пошла. Да, вот, антационный гном в полоску. Выбирайте ранние сорта, ну, и штучек пять хотя бы, не надо там десяток, да, тевлица все маленькие. Штучек пять возьмите, посадите в феврале, прямо вот, в конце февраля. Это для средней зоны, конечно, южнее все сажают рано. Прямо вот в это вот время. Конец февраля, знайте, что у вас будет не вот такие вот маленькие горшочки, да, вот это. Огурцы я сейчас сажал. Не вот такие, это где-то пол-литровые, да, а чтобы было, чтобы было до двух литров. Один горшок, большой такой, большой здоровый горшок. Хорошая земля. Да, и если вдруг, ну, солнца нет, с солнечной стороны он даже вытягиваться не будет, да. Если с солнечной стороны нет, он начинает вытягиваться, ничего страшного, его можно прищипнуть. На боковых побегах все равно будет больше гораздо там завязей. То есть, аккуратненько, конечно, потому что ранние сорта это детерминатные, прищипывать их в них можно только, где нет точки роста, да, дальнейшая. А точку роста нужно оставлять, то есть, какие-то нюансы в этом есть. Но все равно подумайте об этом. Потому что вот сейчас мы ищем средств, биологических всяких, да, прекрасные средства, которые помогают, но их надо постоянно брыскать, чуть ли не каждый полив, да. Химикаты. Ну, химикаты помогают 100% некоторые, но от некоторых как бы очень плохо человеку становится, да, ну, с накоплением как бы вот этого химикатов, да. Ну, раньше же этого не было ничего, ну, почему у нас ассортимент сортов ранних расширился, буквально там, да там и крупные есть сорта, понимаете. Также вот, например, Сызранская, она такая полудетерминатная даже, можно сказать, она там метр-полтора всего высотой. Но она же ранняя, а если еще пораньше посадить, то есть, она успеет до любой фитофторы, вот. Вот, так что это основное правило, не знаем, какой год будет. Вот этот пришел в середине августа, да, очень хорошо, мы прекрасно все у нас и урожай собрали, накрутили, навертели банок. А в прошлом году, между прочим, это уже было в середине, к концу июня месяца. То есть, мы целый месяц потеряли, прошлый год. Так вот, не забывайте о ранних сортах. Я хочу сделать, вот буквально на днях, сейчас сделаю подборку на сайте, прям вот по одному, по одной ссылке, я потом ее напишу там в сообществе, где-то ссылку дам. Прям все ранние выберу, даю себе слово, что обязательно выберу и сделаю подборку самых ранних сортов в помидоме, чтобы вам было удобно. Не забывайте об этом способе, да, не только, чтобы пораньше покушать этот помидор, чтобы, как говорится, вообще его покушать, чтобы он созрел, чтобы он дал свой вкус на кусту. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, заходите к нам на сайт, вдохновляйтесь, семян много, семена интересные, скидка сейчас 30%, и если посмотрели это видео уже до конца, подпишитесь, потому что много интересного. Я думаю, еще больше гораздо будет интересно, а с вами был Дмитрий Гусев, сайт pomidom.ru. Тепло в Москву опять у нас пришло, сегодня было 30 с лишним градусов. Все, до свидания.